МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 10 лет Яна Поплавская стала самой юной обладательницей госпремии СССР. За спиной актрисы более 20 картин. Но телезрители знают Яну не только как актрису. За свою карьеру она запомнилась как ведущая программ на центральных телеканалах. Друзья и знакомые характеризуют ее как открытого, искреннего человека, который привык выражать свое мнение без купюр. Традиционный вопрос наш, утренний. Чем завтракаете? Ну, прежде всего, конечно, чашка кофе. Диеты соблюдаете? Любая диета, это же нужно меньше жрать. Вы же говорите. Как сказал известный человек, да? По-моему, это сказала Майя Плесецкая. Да, да, да. И она была права. Я веду образ жизни, несовместимый с самой жизнью. Работаю там по 12-15 часов. Сплю я очень мало, но я легко встаю. И иногда, честно, ну, я не успеваю позавтракать. Кофе всегда успеваю выпить. А-а-а, ходила бегемоты. А-а-а, обезьяны кашелоты. А-а-а, и зеленые попугай. Вы занимаетесь гуманитарными, доставкой гуманитарных грузов? Меня почему-то стали в последнее время называть маленький МЧС в одном лице. Я формирую грузы, я достаю транспорт, я действую по запросам. Это, ну, такая вот большая-большая работа. А Донбасс? С начала военных действий, это трагедия. Я всегда считаю, что война... Там нет правых, там нет виноватых. В войне правых нет. Страдает и та, и другая страна. Я говорю о мирных жителях, естественно, о женщинах, о детях, о стариках. Вот с момента военных действий я поставила сначала в ПВР, в лагеря для беженцев, около 80 тонн. Мои грузы шли фурами. Ну, а сейчас, сейчас же начало зимы. И всем кажется, что военные действия закончились, и вроде все уже хорошо. У нас самое страшное, это то, что происходит после войны. Когда все разрушено, когда голые люди, когда нет работы. И мои машины, они идут туда для того, чтобы, опять же, женщины, дети и старики были одеты. Теперь расскажите о премьере кино. Да, действительно. Этот фильм о войне, но он объединен, он о войнах, о том, что происходит с детьми. Называется картина «Невыученный урок». И я там сыграла учительницу. Я там мало похожа на себя, мне это очень нравится. Документальная картина? Нет, эта картина снята по документальной, реальной истории. Учительница из Донецка, которая спасла весь класс детей. Это получилась достойная картина. Это мое впечатление о том, что в войне, конечно, у этих детей, которые погибают, у них нет будущего, они никогда не вырастут. И для меня вот это слово «никогда», которое я записала в пресс-релизе, оно тождественное слово «войне». Потому что в войне, вот как раз это слово «никогда» и «многоточие», оно безысходно. Это картина, посвященная детям и всем вольным. И месседж только один – в войне нет. Ян, как вы все успеваете? Не знаю. Может, потому что я не завтракала? Как? Вы уже сказали, что я… Ну так, но я экономлю время на завтраке. Не знаю, на самом деле, я думаю, что в этом и есть жизнь. Но она же не состоит из того, чтобы лежать на диване, ездить по супермаркетам, смотреть сериалы денно и ночно. Жизнь заключается в том, что ты живешь и своей жизнью, и жизнью других людей. Слушай, ну сумасшедший берет. Эксклюзив. За мной. А это тебе. Ой, спасибо. Я посмотрю потом. Ну что? Ты самая модная у меня клиентка. Я думала, что самая любимая. Ну, это само собой. Вот иногда вы отдыхаете. Ну, конечно. Конечно. Я иногда ставлю телефон на беззвучный режим. И ложитесь спать? Нет, я общаюсь с друзьями. Я на самом деле очень не люблю спать, потому что мне жалко времени. Я правду говорю. Вот мне жалко. Жалко времени на сон безумно. Я вам предлагаю пожелать нашим зрителям доброго утра. Ну и чего хотите. Я вам желаю доброго утра. Желаю вам оптимизма. И желаю, чтобы мысли в вашей голове были только оптимистичные, счастливые, замечательные. Потому что все возвращается действительно бумерангом. Клянусь вам, проверено на себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова